всем привет друзья меня зовут даша и я очень рада тому что вы заглянули на мой канал это канал о вязании о моем хобби и сегодня у меня пятница сегодня уже 5 ноября и я с большим удовольствием приступаю к съемке нового вязального влога в этом видео мне хотелось бы немножко рассказать вам о своих процессах показать что сейчас находится у меня на спицах как я продвинулась вязание да и в принципе просто немножко с вами поболтать также скорее всего в этот влог я вставлю небольшие сюжеты и своей невязальной жизни покажу вам зарисовки из рубрики норвежские будни я знаю многие из вас любят такой формат поэтому да друзья если вы ждали это видео или просто хотите провести немного времени в моей компании устраивайтесь поудобнее заваривать и чай кофе конечно же берите вязание и мы с вами будем погружаться в атмосферу осенней норвегии и моего уютного теплого вязания желаю вам приятного просмотра и давайте друзья начнем новый влог с того что я покажу вам свой основной процесс на сегодня это лапа пейса это свитер с круглой жаккардовой кокеткой который я вижу и стопроцентной шерсти норвежской пряжа называется каризма от бренда drops и эту лапа пейсу я вижу на заказ на самом деле такой же точно свитер я недавно связала для себя и да это свитер по платному описанию автор этого описания не я просто под каждым видео где я появляюсь в этой лапа пейси или показываю ее всегда получаю массу вопросов по поводу если у меня мастер-класс на это изделие к сожалению друзья у меня мастер-класса на это изделие нет но есть платное описание у девушки которую зовут таня и ссылочку я обязательно оставлю вам на автора данного свитера в инфобоксе поэтому если вам нравится узор и вы не хотите сами составлять схему жаккарда который довольно простой я думаю по моим видео вы и без проблем можете это все перерисовать также по моим фотографиям которых есть много в инстаграме и самостоятельно это все связать но если вы не хотите заморачиваться вы просто можете купить платное описание и связать по нему вот значит этот свитер уже номер два в моей коллекции и я его вижу на заказ вот он точно в таком же размере как у меня единственное отличие он немножко длиннее ну как немножко сантиметров на 20 давайте вам сейчас покажу его длину я работала над этим процессом на этой неделе и как я говорила это мой основной процесс поэтому я вывязала здесь просто километры лицевой глади и для меня друзья это прям полноценная туника которая заканчивается сантиметров на 10 ниже чем самая выступающая точка моей фигуры вот здесь я оформила не с резиночкой и закрыла петли иглой таким вот фабричным закрытием с имитацией итальянского наборного края вот мне нравится как это выглядит довольно аккуратно и да свитер еще не проходил влажно-тепловую обработку то есть он еще не постиран он просто вяжется и это еще изделие в процессе поэтому возможно какие-то петли не очень идеальные в особенности это касается круглой жаккардовой кокетки с лицевой гладью здесь попроще но все равно есть какие-то нюансы так у меня в планах в ближайшие дни приступить к вязанию рукавов и тогда свитер будет уже готов кстати по рукавам тоже ввязывается небольшой блок узора единственная немножко подустала от вязания лицевой глади и мне хочется переключиться на что-то интересное и на что-то более яркое на самом деле поскольку вязать коричневой пряжей долго и нудно лицевую гладь мне наскучило вот да пусть будем откровенны вот поэтому я думаю что я начну наверное на выходных какой-то новый процесс скорее всего этого всего это будут какие-то сложные оранистые или ажурные носки с какой-то очень красивой пряжей для того чтобы как-то разнообразить свое вязание и когда я соскучусь по лицевой глади соскучусь опять по шерсти я перейду к вязанию рукавчиков в общем обо всем об этом буду рассказывать вам в этом видео не уверена что в ближайшие пару дней я возьмусь за рукава но если вдруг случится чудо и я захочу опять вязать лицевую гладь то тогда вы снова увидите этот свитер в моих процессах вот о том что я решила вязать за носочки я расскажу вам чуть дальше вот а пока еще немножко лапа пейса кстати давайте наверно покажу вам ее целиком так а а Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Дима Торзок 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 жаккардами схемами и быть тоже вам полезно вот в любом случае мы с вами в следующем визуальном влоге посмотрим на всю эту красоту поближе полистаем а пока вот такой небольшой спойлер что ждет в ближайшее время всем привет друзья всем доброе субботнее утро сегодня мой день начался с довольно спонтанной но очень приятной семейной поездки мы сейчас направляемся в соседний город едем му ирана и если вы на моем канале довольно давно то наверное друзья вы помните что раньше мы в этом городе жили но около двух лет назад мы купили свой дом в небольшом соседнем городке который называется хемнесбергет теперь нас разделяют всего 40 километров на самом деле на автомобиле это довольно быстро около 20 минут и вы уже в самом центре цивилизации вот сегодня у нас в планах шопинг и много-много прогулок поэтому хочу взять вас с собой немножко для вас поснимаю покажу вам виды осенней норвегии и если получится зарисовки из торговых центров вообще мы направляемся за рождественским инвентарем хотим прикупить елку и какие-то украшения для дома так что да если вам будет интересно посмотреть на все наши покупочки обязательно пишите об этом в комментариях я в одном из следующих влогов обязательно вам все это покажу вот а пока предлагаю насладиться видами красивой северной норвегии у нас и и и а и и и Субтитры создавал DimaTorzok 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 Долгие-долгие годы Также я в прошлом своем влоге Говорила вам, что заказывала Кое-какие интересные украшения Для дома. Если вам будет интересно То в следующем влоге я покажу вам Все новогодние посылочки Которые ко мне приехали И там будет много разных украшений И уже в декабре, я думаю Первого числа я начну украшать дом И конечно же сниму для вас Атмосферный такой рождественско-новогодний Влог И покажу, как я украшаю свой дом А пока немного моих покупок Всем привет, друзья У меня тут довольно позднее вечернее подключение Но поскольку у нас выходные Вся семья в сборе И главное, что мой маленький босс дома Днем поболтать с вами Это настоящая проблема Поэтому я решила дождаться вечера И в тишине, спокойной обстановке Записать небольшой сюжет для влога И рассказать вам о судьбе лапопейсы С оленями Поскольку в последнее время Под моими влогами Очень часто встречаю вопросы Вы интересуетесь, что случилось с лапопейсой Не отказалась ли я от идеи ее связать Напомню, что пару месяцев назад Мне поступил заказ На лапопейсу с оленями По книге Ленки Нойман Которая называется Дикие свитера Мы с заказчиком определили пряжу Это должна быть каризма От бренда Drops Это стопроцентная шерсть Пряжа в классических цветах Красный, белый и синий Это цвета норвежского флага И в принципе я рассчитывала на то Что я быстро с первой попытки Свяжу этот свитер Без каких-либо сюрпризов Поскольку у меня все расчеты были сделаны Под плотность каризмы И я думала, что без проблем ее свяжу Но у меня постигло несколько неудач Во-первых, это были ситуации с ростком И ситуации с плотностью Пряжи Поскольку белая пряжа Которая должна выступать Основной на кокетке Она довольно тонкая Я об этом очень многое подробно Рассказывала в своих предыдущих влогах И говорила, что к этой пряже Нужен был подмод Так вот, методом проб и ошибок Я нашла идеальную плотность Для белой пряжи Но поскольку я многократно Перевязывала эту кокетку Мне приходилось часто распускать Стирать В общем, и пряжа была очень кучерявой Вязать из нее ровно Мне не получалось Поэтому в один из моментов я поняла Что удовольствия уже от процесса вязания Я не получаю А вязать на заказ Знаете, из принципа Нужно сиди вяжи Я не могу Поэтому я просто распустила Всю лопопейсу Перестирала пряжу Сейчас она выглядит Вот такими вот моточками Это распущенная Постиранная Выправленная пряжа Готовая уже полностью к вязанию Но я сразу После стирки пряжи Решила не приступать К этому процессу Поскольку мне нужен был Скажем так Моральный отдых От этого заказа И поскольку сроки у меня До середины декабря Время у меня еще есть Больше месяца Я решила сначала связать Лопопейсу По описанию тайга Тоже из коризмы В коричнево-бежевых Таких цветах В принципе в этом влоге Вы уже видели этот свитер И как только я его закончу Я обязательно возьмусь Залопопейсу с оленями Вот В принципе желание Вязать у меня Снова появилось И я хочу сейчас Попробовать связать Этот свитер Надеюсь у меня все получится С первой попытки Поскольку Как я уже говорила Я отвязала кокетку Из распущенной пряжи И все легло И село довольно неплохо Единственное Меня не устраивали петли И некоторая рядность Которая возникла При вязании Из распущенной пряжи Поэтому Я приняла решение Постирать И поскольку Последние несколько видео Я не показывала Этот процесс Ничего о нем не говорила У вас возникло Много вопросов Не отказалась ли я От заказа Нет друзья Я от заказа не отказалась И скоро вы Увидите эту Лопопейсу В процессах у меня Вот Думаю что На ваш вопрос Я ответила Поэтому Да Специально Я решила записать Ответ В видео Сюжете Поскольку Больше 6 человек Написало мне О том Что же случилось С лопопейсой С оленями Друзья Будет лопопейса Просто будет Немножко позже Вот Так что Да Немножко с вами поболтала Иду вязать И просто хочу пожелать Вам хорошего вечера В последнее время Друзья У нас стоит Просто удивительная Погода за окном Я бы не сказала Что сильные морозы Да Конечно Ночи довольно прохладные Но днем Даже плюсовая температура Но при этом У нас невероятно Сильные Северные сияния Иногда Они настолько сильные Что все небо Залите зеленым цветом И Это непередаваемо Каждое мое утро Начинается с того Что я просыпаюсь Открываю шторы И наслаждаюсь Яркими зелеными красками На темном ночном небе Я сделала для вас Несколько кадров И Хочу их добавить В это видео Чтобы вы могли Вместе со мной Насладиться Этой северной красотой Вдем с оливкой за почтой А солнце у нас едва Едва поднимается Над горизонтом При том, что сейчас 12 часов дня Что там? Мольные пузыри? Всем привет, друзья! Ну что, сегодня у меня уже воскресенье И я сейчас снова закрылась в спальне На втором этаже Чтобы немножко с вами поболтать о вязании Просто оливка дома Она смотрит мультики сейчас И вообще она там устроила ужасный балган Играется Поэтому довольно шумно И я буду записывать Снова небольшой сюжет В спальне Надеюсь, фон в виде серого покрывала Вас не очень смущает Хочу показать вам процесс Над которым я работала Последние несколько дней Это носочки Вот так вот они сейчас у меня выглядят Вернее, это только один носок пока На самом деле Не очень просто дается мне этот процесс И я до последнего не знала Показывать вам его Или не показывать Вообще, что о нем рассказывать Поскольку у меня довольно Много сомнений на этот счет Начну я с того Что эти носки я вяжу для себя Ну, по крайней мере Я хотела связать эти носки Именно для себя И хотела, чтобы они были Какими-то интересными Из классной, дорогой пряжи Вот, я вам говорила Что это пряжа от бренда Шопель Называется она Адмирал Ханов И мне ее подарила Марина С канала Мэйтбай Маринай Наверное, это было В начале года Может быть, в феврале И вот она у меня лежала Я с таким, знаете Не знаю, вдохновением Всегда брала эти моточки в руки И представляла, что однажды Я свяжу для себя Какие-то классные носки И вот однажды Листая ленту Инстаграма Я увидела фотографии девушки На которую довольно давно подписана Ее зовут Оля И я вообще восхищаюсь Ее работами Поскольку она вяжет Потрясающие носки И на самом деле Не только носки У нее Некоторые есть изделия Плечевые Вот Но носки ее Это, знаете Такие произведения искусства Там великолепнейшие Ораны Ажуры Жаккарды в носках И носки выглядят сложными Сложными Такими, знаете Заморочными Вот Мне всегда хотелось Связать что-то подобное И я решила Что если вязать для себя То вот именно Что-то в этом плане Поэтому Когда я увидела Объявление О наборе В тестировании Я подала свою заявку Мне было очень приятно Что Оля меня выбрала Вот И сейчас Как раз проходит Тест И носочки эти Я вяжу в рамках Тестирования Но могу сказать Что мне не очень просто Даются носки И вообще Работа Над тестированием Этого писания Тоже проходит Для меня В довольно Такой стрессовой Обстановке Во-первых Тестирование Проходит На базе Телеграм Там Вроде бы Небольшая группа Нас всего 20 человек Но около того И при этом При всем Больше 200 Иногда даже 300 сообщений За день Я Откровенно говоря Не успеваю Все читать И у меня стоит Порой выбор Между тем Чтобы повязать И просто Почитать чат Вот Это довольно Странно Поскольку Ну Не знаю Я к такому Не привыкла Иногда мне приходится Просто вооружаться Ручкой Блокнотом И выписывать Какие-то Важные моменты Касаемо Самого Описания Да Что там Корректируется На бумажку Чтобы эту информацию Просто среди этого Миллиона сообщений Не потерять Так что Да Я Сейчас Отвязала Там полностью Паглинок Пятку Клин подъема И здесь Выяснился Такой момент Что Здесь есть Ошибка В описании Которую нужно Исправить И я написала Об этом Вчера в чат Но ответа На мой вопрос Так и не поступило Поэтому я остановилась И вот у меня Вязание лежит На таком этапе Как я понимаю Некоторые девочки Тоже об этом Спрашивали И автор Сказала Что там Нужно что-то Исправить Но честно говоря Я из миллиона Сообщений Которые я там Прочитала Так и не поняла Все-таки Делать Меньше Убавок По клину Подъема Или оставить Так как есть Вот в общем Я так это И не поняла На данный момент В описании Еще не исправили Этот момент Поэтому я Пока отложила Носки И на самом деле Меня сейчас Терезают смутные Сомнения Насчет того Вообще Продолжать ли мне Их вязание Или нет Как я говорила Я люблю Когда вязание Всегда идет В удовольствие Когда пряжа Спицы Сам проект Все это доставляет Комфорт И не знаю Радость Какой-то приятный Осадок остается Но в данный момент У меня такого нет Я все-таки верю Что нужно найти Своего дизайнера Который Будет создавать Скажем так Описание В вашем стиле И вам комфортно Будет по этим Описаниям вязать Как вы знаете Я довольно часто Тестирую Описание носочков В особенности Описание Ани Жильцовой И мне В данных Описаниях Близко все И то Как проходит Тест И сама Обстановка И само Описание В общем Полностью Откликается У меня в душе И я не была готова Наверное К такому повороту Событий Поэтому Несколько дней Не показывала Вам этот проект Поскольку не знала Стоит ли вообще Об этом рассказывать Или нет Но решила Поскольку у меня Вязальный канал Я должна поделиться С вами Историей Которая у меня Произошла Вот поэтому Я думаю Что сейчас я Еще немножко Посижу Подумаю Над тем Довязывать ли мне Эти носки Или нет И если я решу И их не довязывать Тогда я напишу Автору Что мне Некомфортно Продолжать тестирование И я хочу Выйти из теста Вот Так что Такие вот дела Да Буду на этом Заканчивать Включение Пойду наверное Вязать лапу пейсу Приятненькое Вязание Лицевой глади Я по ней Кажется соскучилась Так что друзья На этом На сегодня у меня Все И увидимся С вами завтра Музыка Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Ну что друзья Ветер Воскресенье В кадре Снова вы видите Носочки И не просто так Я приняла По ним Довольно Непростое решение И буду их Распускать Ну что друзья Были носки И нет носков Зато есть вот такой Моточек пряжи Я не планирую Его надолго Откладывать И обязательно Начну Новый проект Носочный Именно Из этого моточка Все таки Понравилась Мне эта пряжа Очень комфортная В работе По поводу Тестирования Я приняла решение Выйти из теста И не вязать Эти носки Поскольку Все таки Комфортное Приятное Вязание Уютная Компания И хорошее Настроение Хорошая Атмосфера Для меня Гораздо важнее Просто Красивых носков Поэтому Да Вот во что Превратились Мои носочки На этом Друзья Я буду Заканчивать Своё Видео Хотела Сказать Всем Огромное Спасибо За ваше Время За ваше Внимание Надеюсь Вы досмотрели Это видео До конца И Просто Приятно Провели Время В моей Компании Знаете Что Я всегда Очень рада Для вас Снимать Мне Это В удовольствие Рада Буду Также С вами Увидеться В комментариях Там Немножко С вами Поболтать Если У вас Остались Какие То Вопросы То Вы Всегда Можете Задать В комментариях Либо Написать Мне В инстаграм Всегда Стараюсь Проверять И Вовремя Вам Отвечать Да На этом У меня Точно Все Говорю До новых Встреч Мы Увидимся Уже Очень Скоро В Следующем Видео Всем Пока Пока